Друзья, всем здорово! Вы на канале Никита Крылова. Рад приветствовать вас из небольшого сибирского городка. У нас здесь минус 9 градусов. Нет, ну я не в Сибири нахожусь, я на юге, я в Крыму нахожусь. Вот, ну минус 9 градусов. Сейчас днем. Я, честно говоря, вышел когда из дома. Фух, я такой думаю, да. Такое впечатление, что реально я у бабушки сейчас на Урале, потому что вот это такое зимнее солнце, зимнее солнце, такое небо, такое прозрачное-прозрачное и снег. Снег, который не, ну уже видно, что он не влажный. В общем, очень непривычное состояние, говорю сразу. Но продлиться это недолго. Надеюсь, что даже ничего замерзло не успеет. У нас вот Салгир вообще никаким образом не замерз. Оно тут чуть-чуть начинает, хотя уже. Ну, надеюсь, что не успеет. Только что звонил отцу на южный берег, говорит, у них там уже все затянуло, уже 0 градусов, хотя с утра был ветер сильно очень, минус 6, то есть очень плохая погода. Но сейчас вот к обеду, говорит, все. Поэтому южный берег в той стороне есть подозрение, что нас тоже скоро затянет и потеплеет. Было бы, наверное, хорошо. Так, друзья, через пару секунд произойдет магия. М-м-м-м. Никто ничего не заметил, да? Красавец. У меня есть такая примета. Если я стригусь, это, кстати, да нет, нет, у меня такой примет на самом деле. Просто я обычно перед путешествиями стригусь. Вот. Точнее, перед путешествиями я стригусь обязательно, я бы так сказал. Вот, для того, чтобы молотно красиво выглядеть. И надеюсь, что в этот раз это станет такой приметой, как вот у Лехи капуста, но что-то она пока что еще не сработала. Ну, а у меня, надеюсь, что станет эта стрижка. И в этот раз работает. Кто догадается, чем я сейчас занимаюсь? Ну, если взять глобально, то хочу сделать хачапури по аджасту. Вот, сегодня Старый Новый год. Делаем такое вот блюдо. Вот. Но прямо сейчас дело в том, что у нас нет соли обычной. Есть только либо экстра, либо огромное, вот это каменное. И я решил, что боюсь экстра солью пересолить, поэтому поэтому воспользуюсь каменной, большой, крупной. Но дело в том, что она может просто остаться вот такими кусочками. Я думаю, надо, значит, просто ее немного растворить. Вот. Как делается хачапури? Ну, для начала просто делать обычное дрожжевое тесто. Дрожжи, мука. Ну, я делаю на молоке, мне так больше нравится. Вот. Можно делать на воде, кому что больше. Некоторые говорят, что необходимо делать на мацоне, кто-то на кефире. В общем, это национальное блюдо, поэтому каждый делает по-своему. Самое главное, чтобы было вкусное, пышное тесто. У меня здесь примерно так 400 граммов муки, это плюс-минус. Дрожжей берете сухих или ложку, или пачку, там, ну, пол-пачки лучше, точнее. В общем, ложку дрожжей, ложку соли, пару ложек сахара. Все это хорошо. Замешивайте. А, ну, масло, конечно же, растительного, пару ложек, больших, только в столовых, тогда уже надо. Вот. А все остальное чайными я измерял. Вот. В принципе, все, замешивайте и ждете, пока тесто подойдет. Так теперь выглядит наше тесто. Его консистенция такая, ну, достаточно упругая. В общем, я обычно делаю, пока вот не начнет отлипать от рук. Вот. Поэтому такое. Ну, даже не сказал бы, наверное, сегодня твердоватенько что-то сделал. Главное, чтобы подошло, было хорошее, вкусное. Вот. Тесто, ну, вымешивал, мне кажется, сейчас минут 15, может быть, даже 20 минут. Вымешивал, потому что тесто очень любит руки. Вот. Поскольку, хочу сказать, это кавказское блюдо, то тесто, это она моя, как говорится, любит мужские руки. Вот. Во мне, большие, они хорошие. В общем, постарался, помешивал. Теперь что? Я, можно просто, например, накрыть полотенчиком, и оставить. Но желательно в теплое место. Я ставлю духовку обычно на, ну, давайте градусов, вот, наверное, где-то на 70 максимум поставить можно. Без индукции. Сквозняка не должно быть. Даже не 70. Наверное, где-то вот 50 градусов лучше всего поставить. И все. Я там оставляю. То есть, тесто очень хорошо, комфортно. Там оно, в общем, сейчас все сами увидите. Я сделал, там тесто поставил уже, все хорошо. Молодец. Так. Может, тебе что-то помочь, нет? Не надо. Не надо? Ну, ладно, все, хорошо тогда. У меня тут небольшая подсказка. Пока натираю сыр. Так, все? Хорошо видно, дай мне. Пока натираю сыр, быстро скажу, что у нас по турам. У меня, знаете, тоже авто в холод. Не знаю, то уже вчера прям наступило настроение, думаю, да уже просто, наверное, никуда не хочется ехать. Мы что-то активно выбираем и никак активно не можем выбрать, потому что начинаешь предметно рассматривать и страну и уже прям, не знаю, то там, то там какие-то изъяны. В общем, сразу говорю, самое простое, куда можно полететь, это, конечно же, Египет, Турция и Эмират. Вот, это самое простое. В Эмиратах недавно были, в Турции сейчас очень холодно, ну, как холодно, в общем, купаться точно там нельзя. Вот, остается Египет. Якобы говорят, что в Египте тоже сейчас так достаточно прохладненько в этом году. Вот, не знаю, кто сейчас может быть в Египте находится, расскажите, пожалуйста, потому что это же как всегда, знаете, когда здесь находишься, кажется, да там по-любому теплее, чем у нас и, мол, будет отлично. А когда приезжаешь туда уже, думаешь, блин, что-то холодно, что-то некомфортно, зачем этот ветер будет, почему там море, почему солнца не хватает, поэтому поэтому, в общем, вот так дело с Египтом. Ну, еще, кроме того, Египет, в общем, хочется что-то нового, скажу так, новой страны. Вот, смотрим, новую страну. Например, Кения. Хорошая страна, правильно? Мало кто там бывал, интересно было бы там побывать. Вот, но дело в том, что в Кении нужна обязательно вакцина. Вот, там из-за того, что этот новый штамм, они тоже уже встречают постоянно правила. Короче, вакцина, это прям обязательно. потом смотрим, например, Зандибар. Зандибар, о, это у меня вот только слугу не вышло столько. Вообще, много сыра не бывает, поэтому не знаю, главное, чтобы расслабиться. Посмотрим. Так, хватит. Зандибар, в Зандибаре вакцина не нужна. Вот. Но. О, а вот это вот какой-то сыр мягкий кавказский. Сейчас я вам покажу. Вот это, мне кажется, то, что надо. Или я наоборот лоханусь. Похоже чем-то на брынзу, но я надеюсь, что он расплавится. Угу. Я думаю, что он расплавится. Да. Надеюсь. На адыгейский чем-то похож. На адыгейский вроде не плавится. Ну, проверим. Короче говоря, в Зандибар вакцина не нужна. Нужен ПЦР. Нужен ПЦР перед вылетом. Это пока что все, как вы понимаете. ПЦР перед вылетом и вроде как просто разные формы, разные туристы там все по-разному пишут. Вроде как нужен ПЦР на месте, который стоит 25 баксов. Еще на Зандибар виза тоже стоит 50 долларов с человека. Вот. Поэтому, ну, то есть, плюсуйте, да, расходы. Естественно, что тур за Зандибаром дороже. Потом лететь туда 10 часов примерно. Вот. поэтому, в общем, ну вот, да, думаешь, а если 10 часов, может уже куда-то надо, например, в сторону Азии двигать, думать. Вот, возможно, возможно. Но мы пока что Таиланд сохраняем, потому что, возможно, мы поедем с друзьями, мы как бы туда в ближайшее время думаем и не поедем. Вот, думаем. Шиланка. Шиланка тоже вакцина нужна. Если ты не вакцинирован, получается, что ты должен будешь сидеть в отеле левел 1. Если вдруг, короче, там разные отели, разные градации у них, разные, я так понимаю, допуски, работы. В общем, там такие дурацкие правила. Если ты не вакцинирован, если ты вакцинирован, то все гораздо проще. Там, прилетел, не помню, тест надо, не надо, уже забыл, потому что много-много стран посмотрел разных. Ну, суть в том, что если вакцина у тебя, все хорошо. Летишь и не паришься ни о чем. Вот. После этого думаешь, ага, Шиланка, а может быть, развернуться вообще в другую сторону? О, кстати, Иордания еще думал. Иордания, думаю, интересно, однозначно, но там холодно. Я вот с ребятами из Иордании, когда еще в Дубае были, разговаривал, они говорят, а вот как у тебя на родине, какая температура сейчас? Вот, поскольку мы были в декабре в Дубае, я говорю, и в тот момент реально у нас жарко было, я говорю, ну, у нас сейчас где-то градусов 15 тепла, может, даже 20 почти было, ну, очень теплые дни были. Они говорят, ого, у нас, мол, в Иордании много холоднее. я сейчас посмотрел прогноз погоды, там, не знаю, там, ну, максимум плюс, ой, что-то там плюс 8 было. Ты хочешь найти его? А, само мне? Ну, он уже даже, перемешан. Вот он, целый угоник. Я что, попробую? Нормально нет? Нормально. Погода и Иордании, вы поняли какую? Дальше следуем. Южная Америка. Логично, да, что открыто направление. Итак, Южная Америка у нас, получается, Доминикана, не дешевое направление, но в теории можно. Вот, там, кстати, тоже ПЦР-тесты, и вакцинацию, они вводить не собираются пока что, потому что, я так понимаю, что очень тяжело, страна переживает все эти карантины, и туризм они хотят как можно быстрее, как можно быстрее вывести на прежний уровень. Остается, что еще у нас? Мексика, в Мексике дорого, от 4 тысяч долларов за двоих, прям от. Не знаю, чуть я посмотрел цены, думаю, ого, ого. Куба, на Кубе только вакцинация, и там тоже дурацкие всякие правила, то можно, то нельзя выходить из отеля, там постоянно все меняется, поэтому, ну, как бы, знаете, если есть такая предрасположенность, что страну, что страну могут, в общем, ну, как в локдаун, да, вести, то лучше, честно говоря, не рисковать, и я не хочу тратить большие деньги, и тратить много времени на перелет, и потом просто сидеть в отеле, а смысл, смысл тогда, ого, блядь, сыра столько, офигеть просто можно, надо было его в большую миску пересыпать, сыра, в разы, не знаю, 4 больше, чем тесто, у меня по 300 граммов получается, так, Мексика, Куба, я сказал, у меня тут просто подсказка, как вы поняли, ноутбук, а, Венесуэла, у меня что-то записано, насчет Венесуэлы ничего не стоит, где-то, потому что я увидел, что, мол, есть туда туры, потом я смотрю, нет туров, не пойму, в общем, насчет Венесуэлы, поэтому, кто не знает, летал в эту страну, рассказывайте, туда вообще как добраться, можно, нельзя, особенно сейчас, вот такие вот перги, поэтому самое простое, Египет, ну, еще, как вы понимаете, можно в Зензибар, и можно в Доминикану, это если у вас нет вакцины, и так, у меня сейчас, смотрите, сыр сулугуни, сыр, какой-то мягкий кавказский, и масло, у меня оно было заморожено, я понял, что мне не надо его растапливать, я его просто натер на терке, поэтому, таких три компонента здесь, для того, чтобы масло сейчас не растаяло, никуда не утекло, я это поставлю в холодильник, а потом оно уже спокойненько, в лодочке себе расплавится, для того, чтобы никто не думал, что Юля филонит, на самом деле, она полностью убирает все за мной, поэтому, с вас лайк, подписка, ну а с меня, благодарочка, Юля, спасибо большое, первый раз в жизни, тесто неудачное сделал, вообще не поднимается, дело в том, что я одну штуку, вот с самого начала, обычно как делаю, сначала, дрожжи, дрожжи в стаканчик воды, то есть, ну как это, опару можно назвать, да, а тут я опару не делал, вот, но хорошо вымешивал, потому что, я много читал, что не надо опару делать, в общем, сейчас, да, не самое удовольствие, ну сейчас посмотрим, еще, конечно, постоит, не знаю, попробую исправить ситуацию, но, скорее всего, переделывать просто придется, ну, такое эластичное, классное, вроде не забитое, не забитое, хорошее, ну сейчас проверим, не знаю, что-то надо придумывать, видите дату, 25, 11, 2016, вот вам и секрет того, что у нас не получается, я вот их снова, да, ну запарил, мне казалось, что они активизировались, они вот как, там, 20-30 секунд прошло, вот они каким-то пятном взялись, и все, они просто растворились, даже нет никакого процесса, в общем, ну, это даже не пеночка, я считаю, поэтому, поэтому, если честно, мы сейчас решаем, идти, за, сегодня, на завтра же, да, сегодня старый Новый год, ну что, давай, либо монетку, либо что-то, короче, у нас вопрос, либо мы сейчас идем в кафе, мы давно хотели пойти, и там как раз таки, снова связано с тестом, там пицца вкусная, пицца бар называется, вот, там вкусная пицца, из печи, вот, либо мы все-таки делаем хачапуль, как и хотели, а ты что хочешь больше? и то, и то, и то, а ты тоже, и то, и то хочу, мы можем сходить в пицца бар, а потом это самое, сделать тесто на завтра, просто, и так, все, да, Юля выливает дрожжи, короче говоря, решили, едем сейчас в пицца бар, потому что рядом находится парк, мы сейчас быстро поедем, а так мы здесь снова засядем, будем ждать это тесто, и в итоге мы поедем, часов в 8-9 вечера, уже в парк никуда не захотим гулять, а сегодня старый Новый Год, вот, поэтому хочется, хочется еще прогуляться, купим сразу же дрожжи по дороге, и сегодня вечером сделаем тесто, на завтра, и завтра уже спокойненько, просто его, уже сделаем тепленьким, и выпечем, все, просто и хорошо, мы с Юлей идем мимо парка, прямо в кафешечку, но мы так реально поняли, что скорее всего, вот будет у нас прогулочка, длится минут 5, в одну сторону, и минут 5 в другую сторону, потому что, чертовски холодно, это не сыро, Юля, это морозно, я тебе скажу, сырости-то нет сейчас, бывает сухой, как бы мороз, ну вот сейчас показывает, сколько машина показывала, минус 6, да, а минус 7, а на телефоне минус 9, ну холодно, прям, прям очень холодно, ну да, видимо действительно сырость, хотя какая сырость, при морозе, вот смотрите, какую сделали зону красивую, стильненькую, модненькую, снег, блин, прикольно, молодцы, напротив озера, иду, иду, чуть не забыл снять видео, ну вот, в общем-то, отличная замена хачапури, пицца только из печи, так быстро, да, ой, классно, воздушное тесто, есть, наверное, салфетка, а есть, есть, все, друзья, приятного нам аппетита, да, да, все, прогулочка идет в обратном направлении у нас, подушили праздничный ужин был, податки получили, да, все отлично, все, все, друзья, всех со старым Новым Годом, чтобы все было вот так вот, что на старый Новый Год, посевают, да, вот, поэтому всем добра посеваю, насеваю, всем всего самого посевального, всего самого крутого, что, как говорится, и мешок денег, и дачу где-нибудь недалеко от Мадрида, и чтобы у вас было как можно больше хороших, отличных дней, но если что-то не получается, как у нас, не расстраивайтесь, просто идите к кафе и ешьте пиццу, все, пока-пока, будьте счастливы, и кафе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...